Сегодня же глава региона побывал на предприятиях Суэк Хакасия. По оценке Виктора Зимина, организация труда для угольщиков здесь совсем не уступает современным европейским стандартам. Ну а одно из наиболее интересных производств – цех по переработке крупногабаритных шин. Обо всем по порядку. Константин Кравцов. Простому обывателю сложно догадаться, что это за яркие конструкции. На деле они создают безопасность в угольном производстве. Это собственный цех Суэк Хакасия по производству высоковольтных ячеек. Ящик своего рода – взрывоуловитель. При аварии трансформатора рабочие на шахте этого на себе даже не почувствуют. Если вдруг что-то случилось, короткое замыкание или что-то, цепи здесь выполнены в искробезопасном исполнении. И если вдруг происходит взрыв, взрыв наружу не выходит. То есть вот эти вот поверхности взрывозащищенные, они выполнены по городу. А это уже ремонтно-механический завод. Здесь проходят обслуживание двигателей многотонных карьерных грузовиков. Предприятия Суэк от Кузбасса до Приморья железные сердца машин оживляют именно здесь, в Хакасии. В месяц удается отремонтировать 4-5 двигателей. Увеличение показателя – одна из главных задач на перспективу. Кадры обучаем свои, подготавливаем, проводим здесь внутренние экзамены, доверяем уже сложной работе. Потому что разборка и сборка двигателей – это очень скрупулезное и профессиональное дело. Попадая сюда, как-то теряешься. Большие светлые боксы – практически идеальная чистота, что не свойственно большинству СТО. Виктор Зимин отметил достижения Суэк в части организации производства в Хакасии. К сожалению, не каждое предприятие может этим похвастать. Хорошие кадры не будут работать там, где нет условий. Поэтому я сегодня удивлен, что мы создаем свою медицину, мы создаем свою ремонтную базу, базу обслуживания. А это в чем-то даже уникальное производство – утилизация полуторатонной покрышки. За 8 часов фактически превратить в крошку удается две такие махины. Цех по утилизации шин предприятия экологически важное. Мы утилизируем шины, которые утилизировали предприятия за счет каких-то своих средств на какие-то полигоны и так далее. К слову, не только экологический аспект здесь играет роль. Как ни странно, еще и социальный конечный продукт здесь – такие вот резиновые коврики. Они вполне могли бы стать безопасным покрытием на детских игровых площадках или спортивных стадионах. Константин Кравцов, Антон Новожилов. Вести. Хакасия.